Доча, за казахов я умру. Почему через столько лет, после декабря, январь повторяется таким образом, что опять требуется почтить память жертв, опять требуется защитить тех, кто пострадал, и опять те, кто были на площади, объявляются террористами. Арун говорит, почему ты в таком состоянии, что случилось? Он говорит, ну, я же не ел. Если еда была жидкая, я лакал, как собачка. Почему ваш отец отказывался просить о помиловании, отказывался писать под любые, скажем так, обращения, и до конца, скажем, стоял на том, что он не будет выходить, пока его полностью не оправдаются? Каждая клеточка его тела и души, они как бы принадлежат народу Казахстана. Он всю свою душу отдал народу Казахстана. И при смерти он мне сказал, моя совесть Казахстана чиста, на моих руках нет крови. Добрый день, с вами Дергачев Инсайт. Мы сегодня вновь в доме на Боребаево 36. У нас сегодня в гостях Алма Натушева. Мы очень рады, Алма, что вы с нами согласились поговорить. Большое вам спасибо. А, конечно, разговор пойдет о вас, о вашем отце, о Роне Табеке. Я, знаете, о чем хотел сразу спросить. Вот вы можете вспомнить такое, не то чтобы самое счастливое, а какой-то наиболее запомнившийся вам случай из вашего детства, из вашего общения с отцом, который вас, скажем так, греет и который вы вспоминаете. Вот есть такая история? Добрый день, Вадим. Мне очень приятно, что вы пригласили меня. Да, конечно, таких моментов достаточно очень много. И, конечно, выделить, так скажем, самый главный мне очень тяжело будет, но я попробую. Вообще, конечно, самым запоминающим моментом из нашего с папой общения это было общение, которое наступило после долгожданной встречи, это уже перед его смертью в 2021 году. Ну, касаемо, давайте вернемся, да, вот в мое счастливое детство. Я хочу сказать, что в первую очередь, что я человек, ребенок, который вырос в абсолютной атмосфере любви. Это, конечно, слуга моего папы. Мой отец был очень добрым, очень любящим, заботливым отцом. Что, допустим, я вот запоминаю, вспоминаю, да, вот сейчас вот из всех моментов, которые мы с ним проводили вместе, это... Я могу вспомнить, когда он взял в первой жизни меня на собрание «Жируюк». Это 89-й год. В последующем, конечно, он меня брал с собой постоянно на открытие партии «Алаш». Все члены партии «Алаш» знают меня с самого детства. Но самый запоминающий был момент, почему я отмечать хочу именно в собрании «Жируюк» общества, да, такое было открыто моим отцом. Потому что в тот момент, в тот день я поняла, что мой отец необычный, великий человек. Почему я сделаю такой вывод, да, будучи пятилетним ребенком? Там, естественно... Пять лет. Да, мне пять лет, да. Я маленький ребенок, вот, я вообще... Папа, скажем, меня подкупил, да, он говорит, пойдем со мной, а потом пойдем с тобой в кулинарию, я куплю тебе там вкусняшки, да, вот. Ну, в общем, я пошла с папой. Вот. И тогда, конечно, для меня это было открытием. То, что у меня отец действительно настолько, да, имеет большое влияние на народ. Я тогда была ошарашена. Потому что когда вот именно дали слово выступлению моему отцу, я сейчас не вспомню, да, о чем шла суть, да, этого данного собрания. Какая-то, наверное, была очень важная тема, скорее всего, о защите прав народа Казахстана. Это сейчас она и была, так скажем, борьба моего отца за всю его жизнь. И я понимаю, что просто все, вот, да, вот, буквально все до одного присутствующие в этом помещении, а там было очень много людей, наверное, больше ста человек, я думаю, что было в этот день, все буквально открыв рот, да, слушали моего отца. И знаете, вот в моей памяти, да, такая вот картина отпечатывалась, да, вот как будто вот у меня все замылено. Я вот вижу только своего папу, его горящие глаза, да, с каким жаром все это он произносит, с каким вот, с какой болью, да, вот это, я помню, что выступление тоже было такое, что связано с таким вот переживанием, да, его душевным, именно касаемо политического, да, вот Казахстана. С какой болью, да, он произносил слова вот этой своей вступительной речи. И я смотрела на людей, которые просто буквально открыв рот, да, завороженно смотрели ему буквально в рот. Это, конечно, для меня было потрясением, потому что, ну, для меня это мой папа, да, это папочка, которого я люблю, который любит меня, это вот дом, семья, уют, мама. Вот, а тут я открываю для себя свои, там, неполные пять лет, что у меня папа, оказывается, еще и великий человек. То есть сейчас уже, будучи взрослым человеком, да, я уже понимаю, что уровень его харизмы, это, наверное, достойно уровня Че Гевары. То есть это человек, который мог за собой, повести с собой миллионы. Причем он это делал искренне, да, вот это вот его искреннее желание, чтобы его народ, чтобы его земляки жили достойно. А его искренний вот этот патриотизм, да, который шел у него из самого сердца, вот он как раз-таки и вел за собой людей. У него достаточно очень была сильная команда, да, его сподвижников. Когда открылась партия Алаш, я не помню ни одного слабого, так скажем, взина, да, вот этой команды. А когда это произошло, вы понимаете, помните, когда Алаш создавал? Ну, это начало 90-го года. Ну, в 80-х, естественно, они уже начинали свою деятельность, но уже, так сказать, объявили себя уже официально вот народ Казахстана как партия. Это вот уже был 90-й год. И, естественно, да, вот все эти люди, кто были соратниками моего отца, на сегодняшней мастерской прекрасных отношениях, когда папа умер, они буквально со мной, да, в бок о бок стояли, и до сих пор они оплакивают своего лидера, лидеров, потому что папа открыл партию Алаш со своим младшим братом Рашидом. А вот Рашид, а с ним что сейчас? Рашид, мой дядя, младший брат Аруна Табека, он, к сожалению, умер в 2020 году. Папа не дождался. Он умер от хронической почечной недостаточности. Арун, как и Рашид, они вдвоем, да, естественно, они были, не побоюсь этого слова, гениальными людьми, потому что оба ободали недюжими знаниями, да, оба были теркологами. Дядя мой был теологом, вот, писал научные труды, трактаты. Он создатель первого кавказского алфавита, единого для всех народов Кавказа. Он автор множества научных трудов. Вот, папа более, видите, был писатель-поэт, да, то есть у него сильные, да, стихотворения, стильные его произведения, очень сильные. Один только Культигин, да, который вот на сегодняшний день уже является таким глубоким историческим следом, который оставил Аруна Табек, помимо своих подвигов, да, при шанарадских событиях. Папа был еще, естественно, участником декабрьских событий. Да. Вот получается, что он участвовал в декабре, потом какое-то время ему пришлось даже скрываться, да, то есть он... Да, да. И потом вот это 89-й год, начало вот такой активной опять деятельности, да, потом 90-й год, это уже партия Алаш, да, и в дальнейшем вот движение по защите самостроя, да. Это 2005-2006 год. Это уже 2005-2006 год. А вот в это время между этими событиями, вот когда он уезжал в Москву, потом уезжал в Баку, это это время или позже? Нет, нет, это немножко раньше. А, это раньше, да. Это раньше, да. Отец был участником декабрьских событий, естественно, он уже стал прессорной нон-грата в Казахстане даже в тот момент. Я тебе объясню, почему. Да. Советский Союз, да, мы все прекрасно помним это вот время, да, перед перестройкой, перед объявлением независимости. Мой отец Арон Атабек был первым в Казахстане человеком, который написал открытое письмо к первому съезду депутатов с требованием предоставить независимость Казахстану. Более того, когда погибло множество, да, людей при восстаниях вот в декабре на Новой площади в Алматы, мой отец первым потребовал провести тризну, память о жертвах декабрьских событий. А Арон Атабек первый в Казахстане, кто потребовал признать всех тех, кто пострадал, кто умер, да, в этой борьбе на этой площади, чья кровь пролилась. Все те, кого посадили и осудили незаконно, признать их жертвами репрессий. То есть вот эти требования, они, конечно, дали такой толчок для его преследования. То есть мои масла, конечно, преследовали. Но самое, что интересно, я вот прям подчеркиваю всегда это во всех интервью, что буквально проходит два года, Казахстан получает долгожданную независимость после распада СССР, и все благополучно забывают о том, что кто требовал первый, кто вообще стал на амбразуру, да, вот этого такого тяжелого, больного вопроса. Мой отец обладал какой-то, знаете, нереальной храбростью. То есть его вот эта сила духа, сейчас я уже как взрослый человек, да, проживший тоже жизнь, я уже понимаю, анализируя события его жизни, его биографию, каким нужно быть смелым человеком, чтобы одному встать, да, против вот этого вот всего общего, так скажем, народного мнения, да, на то время все люди были, жили, так скажем, да, по своему укладу шаблонному. И он ломает, да, вот этот стереотип, да, вот Советского Союза и требует, требует, чтобы людей оправдали, чтобы людей признали жертвами. Это, конечно, был первый его подвиг в биографии. Алма, вам не кажется, что мы ходим по кругу, да, то есть сейчас мы, скажем, столкнулись с ситуацией, когда требуется уже поддержка, помощь и оправдание тем, кто пострадал в январе, да, то есть вот Арон Атабек требовал, чтобы признали тех, кто пострадал в декабре 86-го, да, жертвами политических репрессий. Мы сегодня с вами разговариваем в день, ну, вернее, накануне дня политических репрессий в мире, да, то есть сколько Казахстану ходить вот по этому замкнутому кругу, и почему мы не можем из него вырваться, как вы считаете, да, то есть почему через столько лет после декабря январь повторяется таким образом, что опять требуется почтить память жертв, опять требуется защитить тех, кто пострадал, и опять те, кто были на площади, объявляются террористами. Ну, то есть это, вообще говоря, возможно разорвать или нет? Как вы думаете? Ну, я скажу, да, как вот рядовой гражданин своей страны, любящий, да, Казахстан. Это, конечно, боль, да, и я понимаю, что это какой-то, действительно, вы правильно сказали, да, Вадим, это какой-то круговорот, да, опять та же самая площадь, люди, да, которые вот, к сожалению, погибли, мирные жители. Это трагедия, трагедия, очередная трагедия для Казахстана. Ну, я, знаете, очень надеюсь, что все-таки мы прервем, да, вот эти, разорвем вот эти вот такие скорбные звенья, да, вот этой цепи, и, потому что даже жильтоксан, которые вот, да, люди, которые пали жертвами событий, да, жильтоксана, они были признаны тоже были не сразу жертвами репрессий. С Кантара, да, прошло несколько месяцев, и я очень жду, да, я надеюсь, что все-таки наше государство, которое позиционирует себя светским, правовым, да, ратует за права человека, да, в первую очередь за каждого своего гражданина, я думаю, что они, проработав, скажем, да, этот вопрос, через какое-то энное время, я думаю, что и события Кантар войдут в историю, и люди, которые там, к сожалению, пали жертвами этого события, они тоже будут признаны, будут жертвами. Знаете, я видел вашего отца, вот, Арона, да, в жизни один раз, один единственный раз, вот, и причем такое абсолютно не пафосное, и не политическое какой-то ситуации, то есть я вот, просто мне запомнилось, потому что это была такая домашняя вечеринка с друзьями, которую там вот наша общая знакомая Нина собирала, и вот очень хорошо просто запомнил образ такой, очень острый такой, высокий человек, вот, с бородкой, читал стихи, вот, ну, понятно, мы там все пили вино, там что-то, а вот там, по-моему, как всегда на таких посиделках в то время практически ничего не ели, просто общались, разговаривали, но вот образ человека очень сосредоточенного, очень внутренне такого поглощенного какой-то идеи, вот, он мне запомнился, несмотря на то, что, ну, это было там очень давно, там, может быть, уже 30 лет, наверное, назад, а вот, но вот то, о чем вы говорите, да, действительно харизма и вот такой, ну, то есть в жизни же встречаешься со многими людьми и далеко не всех запоминаешь, да, то есть вот его я хорошо запомнил, я хорошо помню именно его, скажем, и внешний облик, и какой-то внутренний дух, который, безусловно, которым он обладал и вот шел. Мне кажется, он был еще очень красивым человеком, очень красивым, очень мужественным и красивым, как мужчина, да, то есть это, ну, безусловно, он очень привлекательный был, обаятельный человек, да. А вот с вашей мамой, да, вот как они, то есть какая у них история, как они познакомились, вот как сложилось, да, то есть, ну, такой красавец-мужчина, да, то есть такой поэт, ученый, тюрколог, да, то есть, а вот она какая была в тот момент? Я скажу, я благодарю вас за воспоминания о моем папе, Вадим, сейчас уже, когда папы нет, да, для меня вот по крупистам собираю вот о воспоминаниях людей, да, кто бы когда-либо с ним пересекался, и вот сейчас вот вы прям, знаете, сделали такой вклад в мою копилку воспоминаний тем, что вы вспомнили моего папу, так сказать, добрым словом. Папа действительно был очень таким красивым, да, мужчиной, харизматичным. Я даже скажу вам так, да, что, сейчас вы напомнили вот про вот эти вот капустники, так скажем, да, квартирники, когда вот собирались люди, да, и приятно проводили время в творческом, да, каком-то, может быть, контексте. Я вспоминаю вот такие вот случаи, что мой отец, когда они с мамой посещались какие-то торжества, да, там свадьбы, юбилеи, дни рождения и прочее, папа брал салфетку, да, вот, будучи вот гостем на торжестве, и буквально за пять минут сочинял для человека стихотворение, то есть полностью описывающее его достоинства человеческие. Это, конечно, произойдет вот такой фурор, да, его многие друзья до сих пор хранят эти стихи на салфетках. Они говорят, это Арон Атабек посвятил мне там, когда мне исполнилось 25 лет, там, да, к примеру, это вот друзья нашей семьи, папины друзья. Мне, конечно, тоже это очень приятно. Что касаемо моих родителей, там действительно была очень, знаете, такая история красивая, такой, знаете, искренне такой чистой любви, чистой любви. Причем папа подчеркнул мне, знаете, это несколько раз перед тем, как он ушел из жизни. Он сказал, дочь, я пофиг, говорит, мамы, конечно, были и другие жены. Отец вообще был женат четыре раза. Вот такой вот любвеобильный был человек. Он говорит, ну, конечно, естественно, что самая светлая, чистая любовь – это мать моего ребенка, это Алия. А с папой они познакомились в общей компании друзей. Причем папа, так скажем, настолько сильно в нее влюбился, да, что вот он ради мамы оставил свою девушку, с которой как бы вот он вообще посетил данное мероприятие, вот, и началась, знаете, такая очень интересная история любви. Такая, знаете, чистая, бескорыстная, такая светлая, да. Отец мой посвящал множество песен моей маме. То есть мама, значит, вспоминает, она говорит, я иду с остановки во двор к себе, и я уже слышу, да, вот эти аккорды гитары и вот эти вот, да, куплет, да, Алия, I love you. То есть он писал ей песни, он посвящал ей стихотворения. В данный момент я тоже их публикую. Вот, ну, они пожили очень много лет. Вот, да, я ребенок, рожденный в любви, да, в страсти, долгожданный ребенок, любимый ребенок. Я единственная дочка, я единственная внучка, единственная племянница. То есть все вот в таком, единственном таком, вот, так сказать, концепте. И когда начались, да, вот эти все смутные времена, того же конца 80-х годов, начала 90-х годов, и, естественно, вот эта вот вся, знаете, политическая вся вот эта вот деятельность отца, она, конечно, начала как-то уже бить и по семье, естественно. И из-за, только из-за вот этих вот, знаете, разногласий, да, мои родители развелись. Причем они оставили о себе, да, вот это вот, понесли всю всю жизнь, вот эту любовь, да, интеллигентность. Отношения, да, вот именно высокие, на высоком уровне. Я в детстве, да, только помню вот их, вот ласковые прозвища, как они друга называли, да, вот. Я не слышала там, чтобы были какие-то крики, ругани, ссоры. Только Арончик, Алиюша. Я почему говорю, да, слово «любовь», оно витало в воздухе, да, в атмосфере нашего дома. Потому что папа мой обращался к маме, «любовь моя». Меня он называл «моя любимая золотая девочка». Вот слово «любовь», оно вообще у нас во главу угла стояло всегда. Папа был очень прекрасным, заботливым супругом. Очень заботливым. Он буквально маму мою, да, оберегал даже каких-то таких бытовых вещей, да, вот именно в хозяйстве. Только лишь бы она, вот так скажем, была всегда довольная, счастливая, всегда улыбалась. И скажу, да, как он мне всегда говорил, он говорит, самая светлая большая любовь в моей жизни. И после развода они сохранили невероятно высокие отношения. Я, как ребенок, даже не чувствовала, да, что родители мои развелись. Обычно же как это бывает, да, люди расходятся, начинаются какие-то выяснения отношений, манипулирование ребенком и прочие всякие некрасивые моменты. Слава богу, я этого всего избежала. Отец приходил к нам домой, буквально как к себе домой. Мама всегда была рада, я был в детстве. Они смеялись, шутили, пели песни, вспоминали годы их юности, да. То есть со стороны вот, да, даже невозможно было сказать, что люди уже вместе не живут настолько. И вот эту вот, значит, всю заботу о моей маме он поднес через всю свою жизнь. Даже когда его посадили, его уже по шарфским событиям, и когда мы начали с ним уже вот так переписку письменной, потом уже по телефону у нас с ним разговор был раз в неделю, всегда, всегда он мне говорил, как мама, как здоровье у мамы, все ли хорошо у нее, как у ее настроения. То есть в письмах он мне просил прям, расскажи мне про Алю, что у нее в жизни интересного происходит. И вот эту вот светлую любовь, да, вот он пронес через всю свою жизнь. И, конечно, вот я безумно благодарна своим родителям, потому что вообще в целом поведение родителей, да, это влияет изначально на формирование характера ребенка. Мне в этом плане безумно повезло с обоими родителями. Вот у меня мама интеллигентнейшая женщина, умница, красавица, человек, который закончил с красным дипломом, нархоз. Вот, да, то есть папа другу, конечно, по уровню интеллекта они соответствовали. Папа причем гордился мамой, что она такая вот умная, что она финансист, что сильный финансист. И я благодарна им обоим за то, что я выросла без комплексов. То есть вот уверенность моя в себе как человека, да, это очень большой роли, конечно, играет, особенно для девушки, для женщины, да, в будущей. Благодаря отцу, то есть я не испытывала никаких комплексов. Благодаря их с мамой высоким, я не побоюсь этого слова, отношениям даже после развода, я не чувствовала себя обделенным, брошенным ребенком. Папа уделял мне настолько, да, вот максимум внимания. Такую большую любовь он мне давал, как отец, что сейчас уже я, как сама мать и взрослая женщина, я понимаю, что таких мужчин один на миллиард. Вот именно кто вот так относился бы вот к ребенку, да. Я не слышала от него никогда слова упрека. Слова критики в мависть никогда не поступали. Только были советы. Советы, как жить. Да, вот, как вот у Пушкина, да, в «Капитанской дочке» отец дает ему совет, береги честь молоду. Вот такого вот характера отец дал мне тоже в свою жизнь. Береги свою честь. Вот. Будь сильный, будь справедливый. Ты должна уметь общаться со всеми людьми. Любых социальных слоев, да, любого уровня развития интеллекта. Ты должна быть справедливой ко всем. Ты должна любить людей. Это то, чему учил меня мой отец. Он учил меня быть сильным. Вот. Он, наверное, не хотел, да, чтобы я стала такой, знаете, домохозяйкой, да, которая бы возвесела полностью от мужа. Вот. Более того, он мне говорил, несмотря на все восточные традиции, да, что если вот дочка выходит замуж, и муж начинает там где-то ее обижать, вот, я тебе могу сказать так, что если когда ты выезжаешь замуж, ну, нашим диалог, знаете, мне летать 17-18. Готовы у меня к взрослой жизни, к последующему браку, да, к семье. Он говорил, доченька, ты своего супруга должна, конечно, уважать. Это мужчина, это глава семьи. Но если он позволит поднять на тебя руку, я разрешаю тебе дать ему отпор. Я, более того, я приду, я сломаю ему эту руку сам. То есть человек, вот, да, как бы, он настолько относился, да, вот ко мне, как к ребенку, вот, знаете, таким трепетом. И даже когда вот он уже лежал, да, уже дома, после того, как я забрала его с Павлодара, я почувствовала себя вновь маленькой девочкой. Потому что папа лежит, да, под кислородным аппаратом, но вот эта вот его безусловная любовь ко мне, да, как к ребенку, она прямо вот сквозила в каждом его слове, в его взгляде, да. Вот я захожу в комнату, он сидит, да, говорит, доченька, красавица моя пришла. То есть я говорю, пап, ты не говори, ты дыши, да, у тебя кислородным. Он говорит, нет, 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 давай, все выключай, мы с тобой сейчас будем разговаривать. То есть вот эту вот заботу, да, я ощутила ее, вот, да, и в детстве, и в юношестве, и в молодости. И сейчас, да, когда папы уже нет, я сейчас даже ощущаю, вот, незримое его присутствие в моей жизни, незримое. То есть я вот даже, бывают такие моменты, да, когда вот мне очень сильно скорбно, да, больно, я даже с ним даже разговариваю. Вот, и когда я начала редактировать полностью его книгу, собирать, да, к выпуску, который вот он перед смертью сам полностью дополнил, вот, я долгое время, знаете, Вадим, не могла даже, вот, да, как подойти к этому труду, мне было тяжело. Ну, это мой дочерний долг святой, его, исполнение его последней воли. Вот, это его посмертная реабилитация и выпуск его трудов. Тем более, эта книга отклюзивна чем? Тем, что Аруна Табек сам перед смертью ее дополнил. Я скажу вам даже так, немножко пряткую завесу, да, этой книги. Заканчивается она очень трагично в моем понимании, да. Он в конце книги перечисляет все свои планы на жизнь, да. Человек вышел, да, после 15-летнего заключения, естественно, он строил планы, что хотел бы делать бы. И последняя фраза для его было «лишь бы успеть». Вот это вот самая, знаете, такая вот боль, которая вот пульсирует на сегодняшний день вот во мне, да в моей душе. Лишь бы успеть. Но, к сожалению, конечно, папа не успел, и поэтому это сейчас продолжаю уже, я его труды. Ну, ваш отец, по сути дела, был профессиональным революционером, да, можно так сказать, да, то есть жил таксановец, да, потом создатель партии «Алаш», да, потом, когда он действительно уже в 90-е годы занялся вот этим вопросом, который, вот это на самом деле же достаточно такая вещь, тоже трагическая, трагичная, когда говорят, что нужно заботиться о судьбе бездомных казахов. Да. Да, то есть когда люди на своей земле оказались без дома, без возможности этот дом иметь. И вот этот этап, когда он перешел и создавал сам, инструктировал, да, то есть отряды самообороны, защиты вот этих поселений, которые хотели сносить, которые хотели власти уничтожать, когда он говорил о том, что нужно обратить на это внимание, что посмотрите, людям негде жить, они занимаются самозахватом, нет хорошей жизни, обратите внимание на то, что происходит с казахами, почему вы не можете, и были какие-то отклики даже, кто-то говорил, что да, мы этот вопрос решим, все было решено только традиционно, к сожалению, для нашей страны только путем насилия, да. Вот этот самый, наверное, пиковый момент в жизни Аарона Атабека, когда он оказался, когда он пошел, скажем, защищать людей, которые защищали свои дома, вот когда он пошел в Шан-Ирак, да, то есть вот в чем была его миссия как вождя, как лидера, то есть почему он это сделал, то есть ведь он понимал, что на самом деле, ну, там тупик, то есть просто сомнут этих людей, сомнут и уничтожат эти дома, вот, то есть почему он не смог, скажем, не пойти туда? Да, Вадим, видите, вся вообще в целом жизнь моего отца, да, она посвящена была именно борьбе за народ Казахстана. И слова, вот, да, я еще немножко как бы вот перейду в Шан-Ираку, да, вот именно, вот слова, когда вот я уже посвящала судебные процессы, я говорю, папа, да, вот зачем тебе это было бы нужно? Ну, я как эгоист, да, как ребенок своего отца, я бы, конечно, не хотела бы, да, чтобы вот так трагично все получилось. Он мне сказал на казахском «Кызм, казахшин лем, доча, за казахов я умру». Ну, так фактически и вышло, вот. Что касаемо именно вот начала, да, этих событий, отец вообще, конечно, изначально, да, вот, вел свою борьбу с момента, да, вот, осознанного вороста своего молодого за права народа Казахстана. Даже уже, даже когда еще он жил в России, он уже имел эти планы, да, развивать Казахстан как государство, народ, чтобы жил хорошо. А он приехал из России в 18 лет, да? Да, да, он приехал в Россию, да, ему было 18, 19 лет, 19, почему, было лет, и все, то есть, как бы, он уже начал свою деятельность. Помимо творческого пути, да, отдельно, которое, я подчеркну, да, что он тюркологом, да, был сильнейшим писателем Казахстана, поэтом, да, и то есть его произведение, конечно, стоит отдельного описания. И, естественно, его политическая, да, вот его карьера, его политический путь – это тоже отдельное. Вот. В 2006 году к моему отцу обратились жители Бакай и Шанрак, когда начались вот эти все уже сносы, вот. И отец, конечно, не мог, да, не отреагировать на данную просьбу людей, потому что изначально вся его жизнь была и поставлена для того, чтобы защищать людей. Бакай, к сожалению, конечно, стоять не удалось. Бакай – это нынешний Жасканат микрорайон, снесли. Я хочу отметить, да, что это сейчас вот, да, уже Жасканат, да, нынешний Шанрак – это такие вот уже, знаете, хорошие, развитые районы, да, города Алматы со своей инфраструктурой богатой, с жильцами там, да, достатком даже уже выше среднего. Там такие коттеджи сейчас, да, строят, там, двух-трехэтажные. В момент 2006 года там жили именно социально уязвимые слои населения. Это были бездомные люди, да, у которых некуда было идти им, да, у них не было собственного угла. Это были многодетные семьи, это были инвалиды, это были пенсионеры, да, это были просто люди простые, да, у которых не было большого дохода. И самое, знаете, что вот такая вот, знаете, грусть во всем этом, это был не стихийный самозахват земель, да, самостроя. Люди планомерно строили свои дома. Это было много-много лет. Вот, и почему-то наше государство только в 2006 году проснулось, да, и говорит, о, самострой, самозахват надо снести. Ну, надо было же как-то начать диалог, правильно, с людьми. Это же граждане Казахстана, это же не чужие же люди, как сказать, это свой народ, свой родной народ. И когда вот начались уже волнения в Бакае, мой отец выступил перед депутатами мажориста парламента, сняв 20-минутный ролик, да, о том, что вот как это все творится, что люди бегают, да, и не знаю, в горе просто кричат, да, от того, что сносят их угол. Там сносили буквально, знаете, со всем их скарбом, да, эти дома. Ну, как вот пишет папа в своей рукописи, да, он говорит, ну, женщины заплакали, мужчины тяжестно молчали. Ну, опять же, да, покинув стены, да, вот, где вот он уже озвучил депутатам полностью все, презентовал, так скажем, да, вот свой проект по защите народа, все благополучно забыли. Более того, в 5 часов утра начался снос микрорайона Шанрак, ну, это, знаете, как вот, знаете, это было, конечно, странно, да, почему именно в 5 утра люди сонные, да, спят, дети маленькие спят, начался вот этот вот захват. Естественно, мой отец, он не мог не пойти. Как бы, да, как я бы не хотела бы, как вот его дочь, да, чтобы вот это все вот вообще бы повернуть бы время с 5 бы и вернуть бы, допустим, да, это все в другую сторону. Ну, нет, да, папа не мог не пойти. Люди буквально там рыдали, да, на коленях стоя, да, когда их дома сносили. Дети маленькие, да, сновали вот между колесами этих бульдозеров. И мой отец, которого ранили в ногу, да, избивали его дубинками. Вот фотография самая знаменитая, да, где он сокровали на головой. Но ему медицинскую помощь даже не оказали. То есть больница побоялась его принять. И он был вынужден вот с этой раной вот дальше, без оказания помощи, дальше пытаться бороться. Отказать, конечно, он не мог. И уже когда начался вот процесс, да, по шанравским событиям, суд шел только в исключительно в единственном уклоне. Ни один чиновник не присутствовал на данном заседании суда. Обвинили, да, группу людей, которая между собой даже незнакома была до того, как они оказались в тюрьме, да, все вместе. Там были люди осуждены, которые просто мимо проходили, да, и просто это человеческий фактор, да, любопытство. Человек проходит мимо, слышит крики, волнение. Он идет смотреть, да, что происходит в его родном городе Алматы. И вот таких людей даже, понимаете, закрывали в тюрьму, и они даже были осуждены. Вот на сегодняшний день, да, вот петицию, которую я создала, и обращение к президенту Казахстана, да, это, в первую очередь, конечно, это реабилитация, да, моего отца посмертного, которому применялись пытки, который был невинно осужден. Ну и это пересмотр дела о шанравских событиях. То есть я хочу призвать власти признать, что вообще сам факт этого сноса, ну они уже, в принципе, признали, да, что снос уже не состоялся. Люди, благодаря моему отцу, узаконили все свои земли. Самое, что интересно, я скажу вам, Вадим, мой отец там клочка земля не имел и не получил его даже при жизни. Всем участникам событий, да, шанравских, там я поняла, что кого-то там надел, в общем, им по кусочку выделили. Моему отцу ничего не дали. Вот. И, естественно, да, что вот суд шел в таком вот объединительном уклоне, надо было найти кого-то одного, да, кто бы взял бы на себя вот эту вот ношу, да, тяжелую бы. Его обвинили ведь еще и в гибели полицейского, то есть который был там захвачен и погиб, да, то есть подожжен. Вот. А на самом деле ведь так связи вот между этими событиями, доказательств так ведь и не было представлено. Абсолютно нет. Я скажу даже так, да, что обвинительная вообще линия против моего отца была выстроена только на том, что два человека поставили показания, что да, вот они видели, что Аронат Абек кидал вот эти вот зажигательные смеси, да, вот к этому покойному, да, уже, к сожалению, молодому человеку, земля ему будет плохо, мой манды был сын. Но самое, что интересно, что даже опечатков пальцев даже не было на бутылках со смесью моего отца. И более того, эти два человека, они уже через три месяца написали свои показания о том, что они подвергались пыткам. И эти показания были сфабрикованы против Аронат Абека. Ну, опять же, суд, видите, не воспринял данный факт того, что вообще против человека нет каких-либо доказательств. Тем более, что мой отец, я подчеркнула, что он был миролюбившим человеком на земле, он был добрым человеком. И даже если это был полицейский, да, с кем как бы вот они были по разной стороне баррикад, как он пишет в одном стихотворении, стихотворении Пашенраку, он говорит, неужели я фашист? Сжигать живого человека как фашист, как шашлык. Ну, это же, это же звездство, понимаете? Мой отец первоочетворческий человек, он не убийца. И в данный момент, конечно, да, вот уже последнее, вспоминая события, когда папа уже приехал домой, мы с ним тоже об этом много разговаривали. И он мне говорит, доча, моя совесть чиста. То есть моя совесть, говорит, кристально чиста в отношении этого молодого человека. Это, говорит, просто была какая-то, говорит, такая, вот, великая, большая такая вот была, говорит, афера, в которой, жертвой которой пал этот молодой человек. Кто его на самом деле сжигал, да, кто его привязывал, это сейчас неизвестно. То есть суд, да, вот уже когда проходил суд, они должны были собрать людей, кто именно непосредственно видел своими глазами, да, кто привязывал, кто сжигал, что вообще делали с этим человеком. Расскажите вот про то, что он любил кушать, например, с чем он чай пил, какие у него предпочтения были, что это вот с этим было. Папа мой был сладкоежка. Я понимаю, да, вот я сама тоже сладкоежка, нас генетически это передалось. Вообще даже воспоминание, допустим, моих вот бабушки и дедушки, родителей Арона. Папа был в Индеркиндом. Это, знаете, вот такой образ ребенка, да, мальчуган шести лет, которого отдали уже первый класс. Вот, в пяти лет папа в школу пошел. Книжка и конфеты. Вот этот образ родительской памяти засел, такой вот, да, чистый и светлый. Папа очень любил сладкое. Он очень любил джем. Вот это прям, знаете, мама ему готовила всяческие пирожки с начинками из фруктовых, да, вот джемов, там, клубничный, яблочный. Вот это прям было его самое любимое блюдо. Сладкоежка была. Но я понимаю, что для того, чтобы такой великий мозг работал, необходима была постоянно подпитка глюкозы. Это вот я сейчас уже рассуждаю, как взрослый человек, как мама. И я хочу, да, сейчас вспомнить такой момент, когда папа уже приехал. Вы же видели, да, вот его состояние, да, дистрофическое. Вот. Я понимаю, что он не ел, он не ел. И когда я привезла, вот, я жила его домой, к сестре, к его родной, я кормлю с ложки папу. И вот, знаете, там у нас на воротах висят люди, да, там взламывают ворота, все хотят увидеть его, да. А я просто хочу покормить папу, который вот только с раба самолета я его забрала. Я кормлю его творогом, размешала с вареньем, кормлю его творогом с вареньем. И он, знаете, так вот смакует, и говорит, доча, это райское наслаждение. Как это вкусно. Вы знаете, я не смогла, да. Вот я вот так вот оставила ложку, тёте его докормила, я ушла в комнату, я просто так стала плакать, да. Я думаю, боже мой, думаю, мой папа, да, который не испытал, да, там в себе голода, холода, да, слава богу, он вырос в благополучной, очень интеллигентной семье. Дедушка мой был главным бухгалтером Министерства водного хозяйства. То есть, ну, наша семья была, как бы, такая классическая интеллигентная семья. Вот. Мы не голодали, слава всевышнему. И что для моего отца, который внёс такой большой вклад в историю Казахстана, такой глубокий след он оставил, да, что для него вот этот вот творог с вареньем, для него это райский десерт. А что для нас с вами творог, да, до варенья? Господи, мы доступно можем купить и поесть. А для него это было райское наслаждение. Вот это, конечно, такое, знаете, выжженное пламенем, да, воспоминание на моём сердце. То есть я тогда осознала очередной раз, что какая боль-то для нас, какая трагедия. Вот вы рассказывали, да, что он очень вообще тепло относился к людям, людей жалел, старался всем помогать. Это даже в какое-то перешло уже состояние, когда он просто всё раздавал, да? Да, да. То есть вы тоже расскажите про это. Да, папа уже находился именно в тюремных стенах. Это не была зона, да, вот, лагерь. Это были именно тюремные стены. Его не отпускали отбывать наказание в Алмату. Он был в Акалыке, был в Каражаре, был в Паладаре. Везде к нему применялись к нему пытки, да, вот эти вот избиения, не давали чая, не давали воду, ну, всячески, в общем, издевались. Да, сейчас вот выходит книга, там прям полностью всё описано, вплоть до того, когда он даже справлял свою естественную нужду, да, в камере. Они врывались и сбивали его дубинками по голове. То есть, ну, страшные, да, были условия. Он почему-то провёл два с лишним года в камере для пожизненно лишённых заключённых свободы. Карцер, да, это одиночная камера, это пребывание вечно на бетонном полу. Это, естественно, всё отобрало у него здоровье. Но при всём при этом, да, мой отец остался, да, он не озлобился, он остался именно таким, да, человеколюбым, да, в большом понимании смысла этого слова. Я сама ещё знаю почему, потому что, когда я высылала ему вещи, да, там, тёплые, бельё нижнее, майки, там, ну, всё, что необходимо, да, для человека, который пребывает в заключении, конфеты там, да, там, сладости, там, это орехи, там, ну, что вот было положено к нему, как бы можно было занести, вот пыталась занести ему всё это. Он всё это раздавал. Он писал мне, доча, зачем ты мне много взяла, столько всего? У меня же есть одна кофта тёплая, мне хватает. Я вот эти две кофты, я отдал какому-то там парню, которого вот привезли в тюрьму. Я говорю, ну, пап, ну, парень-то завтра, может, выйдет, правильно, оттуда? Я говорю, ты, находишься там сколько лет уже, нужно же себя беречь. Полностью всё раздавал. Вот он, знаете, такой бы, ему было жалко было всех, кто находится в заключении. Там были женщины тоже, да, в тюрьме, он как бы их мельком, может быть, в коридорах их видел, как истинный джентльмен, да, вот он даже получит, да, там, какие-то свои конфеты там, да, от меня или там от друзей раздавал. Всё, дамы, я послал вот вам конфеты попить из чая. То есть вот это вот, да, это такой был человек, который вот не озлобился, да, вот он настолько любил свой народ, своих земляков, всех жалел, всех жалел, в минус даже себе, вот он всё старался отдавать, хотя сам находился в заключении. Мы сейчас разговариваем вот накануне вашей презентации книги Аарона Табека, да, то есть, ну, дай бог, чтобы вот этих книг, этих тиражей было больше и больше, да, то есть будет сейчас это 500 экземпляров, да, тираж. У нас, получается, сейчас дан момент, да, вот как вот папа умер, ещё даже когда ещё он был жив, мы с ним уже начали вести работу по редактированию одной книги. Это последний его труд, вот, называется «Стихуары-менуары». Часть этого произведения, к сожалению, она осела у его бывшей супруги, которая отказалась ему, вращаясь ему вообще его рукописи в оригинале, когда он вышел из тюрьмы. Вот отдельно, как бы, тема, что я тоже могу немножко её ответить, вот. Папа, понимая, что его, часть его труда, она уже ушла, так скажем, да, и кто её не вернёт, он попытался сам немножко эту книгу дополнить, и он мне прям диктовал, да, какой стих нужно включить, в какой, допустим, абзац там, да, убрать, там, да, лишний. Вот эту всю работу, будучи уже, когда ему было тяжело, и он болел, пять часов в день находился под кислородным аппаратом, но он этому тоже время своё посвятил. И книга, да, она состоит из того, там проза и стихи перемешаны. Почему до стихуары, мемуары, как он, говорит, я ввёл в литературу новый жанр? Стихуары, мемуары. Там, конечно, в основном про шамиратские события, да, как это всё получилось, ну, такая вот более краткая вот версия, вот именно его дневников, которые он ввёл. И уже воспоминания о том, как его освободили, как это всё происходило, как он приехал домой, и начало, конечно, там идёт уже именно о, вообще в целом, его мнение, да, о Казахстане, о событиях происходящих. Книга очень интересная, книга очень наполнена такими фактами, да, из его пыток, там, где он описывает всё как есть, без цензуры. И последняя вот, да, уже строка его книги, он уже описывает там свои планы, да, которые он хочет уже после освобождения осуществить, как политический деятель, как вот творческий человек, что вообще, о чём он мечтает, да, его мечты. И заканчивается книга тем, главное успеть. То есть человек хотел жить, да, у него были планы, и он понимал, что, возможно, это не случится, и он говорит, главное успеть. Этим заканчивается книга. Это первая книга, которая выходит два в одном, книга «Перевёртыш». Первую книгу я уже вам по нём рассказала, да, это «Сихуары-мемуары». И на этой стороне идут уже мои воспоминания «Дочери Казко-самурая», называется книга. Этот труд был сделан, опять же, по настоянию моего отца, который мне говорил, да, что дочь тебе необходимо собрать всю информацию о нашем, богатой истории нашего семейного рода, да, и как бы опубликовать её уже, как вот последующее поколение, да, новое. И я, естественно, как любящая дочь своего папы, я исполняю посмертную волю своего отца, выпускаю в свет эту книгу и свои такие скромные мемуары. Это первая книга. Вторая книга, она уже, конечно, более тяжёлая. Там идут обширные полностью события, описанные по шарарским событиям. Там без цензуры, без приказ. Кто, когда, что делал. Полностью описано папой от первого лица, да, там, вплоть до каждого дня судебного заседания в Шанраке. Плюс его произведения, которые ещё даже не были опубликованы. Это новые, новые стихи, которые ещё даже никто не знает о них. Это всё приехало вместе с ним в сумке с города Павлодар, и который, как бы он сказал тоже, что нужно книгу включать. Вот эту вот большую глобальную книгу, там, где будут прекраснейшие, красивые, яркие иллюстрации, события Шанрака, да, приступает к работе прекрасный художник, к работе над этой книгой. Книга получилась, знаете, такая очень тяжёлая, я скажу, то есть читая её, да, это ты как будто погружаешь сам, ты как будто там стоишь где-то вот далеке, да, вот в сторонке, и ты всё видишь, происходящее вот именно в тот момент именно в Шанраке. Книга наполнена именно искренностью и правдой. Это главное, потому что мой отец это описал искренне и правдиво. Он как бы цензуру, да, вот он не соблюдал. Эпиграммы, да, тоже его едкие довольно-таки, люди многие говорили, ну как, зачем он так пишет? Но это его душа, это его искренность, это подача его литературной своей мысли. Вот эта книга, она тоже выходит, на сегодняшний день поспонсировано 500 экземпляров этой книги, и я, конечно, тоже сейчас как бы ищу спонсоров для того, чтобы расширять тиражи данных двух книг. И более того, еще есть очень много, множество творческих вот произведений отца, которые тоже еще не выходили в свет. То есть у меня, конечно, есть большие планы, да, я хочу выпускать в свет печать все его произведения. Работа очень глобальная, потому что папа писал у меня буквально с юности, да, на протяжении всей своей жизни. Все 15 лет в тюрьме пребывая, он тоже писал, вот, не прерываясь, там, вот его талант, его творчество. Я хочу, чтобы люди знали, вот, чтобы видели. Ну, вот, были сообщения о том, что после того, как появлялись публикации его, да, вот, когда он находился в тюрьме, а вот несколько раз, дважды, во всяком случае, было, что уже его судили после этих публикаций и давали ему дополнительные сроки. То есть связанные с... Вот вы это подтверждаете или нет? Это действительно так происходило? Да, там, знаете, был такой очень интересный момент. Это событие 2000, по-моему, если я не ошибаюсь, 2012 года, сейчас память не изменяет, отец написал произведение про первого президента, которое он уже передал, да, для публикации в интернете. Естественно, это не понравилось. И под, знаете, под соусом того, что он не подчиняется режиму заключения, да, в стенах тюрьмы, его, да, его осудили. Вот, добавили ему там, если не ошибаюсь, по-моему, что ли, два года. Потом это решение суда отменяется, вот, потому что уже, естественно, ему вернули эти рукописи на руки, он требовал, вот, он там тоже бастовал, митинговал, да, даже в стенах тюрьмы. И самое, что интересно, что в 13-м году приехал суд, который тоже отменил, да, решение вот предыдущего судебного постановления, который вообще внес в решение о том, что осужденный Аронат Абек должен отбывать наказание по месту его прописки в городе Алматы. Выходит решение суда, Куиз почему-то его не переводит, вернее, его уже проводили на поезд, да, уже, который переводит заключенных с одного места в другое, и он до последнего думал, что он едет в Алмату, но поезд поехал в город Павлодар. То есть вот до такой степени, да, в стенах тюрьмы, помимо того, что к нему принялись пытки, вот такое было бесчеловечное отношение. И последнее воспоминание, да, об издевательствах над моим отцом, он говорил прямо, он говорит, да, Павлодаре уже как-то все уже было легче уже, меня, говорит, не били, вот, не пытали, но, как я поняла, что его не кормили, судя по его воспоминаниям и судя по его внешнему виду, главное, да, человек приехал 47, там, с копейками килограмм, и отец был довольно высокий мужчина, вот, и это все говорит о том, что действительно к нему его не кормили, не кормили, потому что даже когда сестра задала ему вопрос, она говорит, Арон, говорит, почему ты, говорит, в таком состоянии, что случилось, говорит? Он говорит, ну, я же, говорит, не ел, вот так вот он сказал. Она говорит, почему ты не ел? Ну, я, говорит, так вот чуть-чуть, говорит, там, руки-то не работают же, ложку держать человек не может. И он говорит, знаешь, говорит, Разюша, если, говорит, еда была жидкая, я, говорит, лакал, как собачка. Представляете, это 21 век, это Казахстан, да, который является светским государством, прижимаем на международном уровне, а отец мой, да, получается, что вот просто вот ему, что-то, может, даже ему и давали, да, из этой еды, да, или, как понимаю, что в основном, может, даже и не давали, как он говорит, да, что вот он не кушал ничего. Он пытался эту еду, вот, он, руки не работают, человек пожилой, да, он лакает, как собака, как животное, понимаете, с миски. Так где такое вообще видано? Когда он был в городе Аркалык, ему еду подавали на весле. Вот я тоже рассказывала об этом Динарии Геубаеву в интервью. Вот маленькое-то окошко, да, куда подают еду. Вот так ставилась алюминиевая тарелка, вот, и ему вот прям на весле. Он говорит, а что вы, я говорю, что, говорит, вам животное, что ли, почему вы так меня кормите? То есть кинули, да, тарелка упала, не упала, поймал, успел, не успел, как говорится, его проблемой. Вот такое отношение было к моему отцу. Так где такое видано? Это, я не знаю, это в самых, наверное, неразвитых странах такого, наверное, не применяют, таких пыток. Почему ваш отец отказывался просить о помиловании, отказывался писать под любые, скажем так, обращения и до конца, скажем, стоял на том, что он не будет выходить, пока его полностью не оправдают? Это была отца твердая позиция, да, которую даже я, как дочь, не совсем понимала, да, я прям просила его буквально в каждом письме, папочка, пожалуйста, ну, плюнь на все, да, вот давай, вот ты выйдешь, найдем здоровье и дальше будешь заниматься своей работой, да, уже полным сил. Я понимала, что здоровье его ухудшается с каждым годом. Я прекрасно это все понимала. И отец твердо стоял на своем, как человек сильный духом, потому что он говорил, если сейчас я напишу на УДО, я обязан буду признать свою вину. Так и есть. То есть человек, когда выходит по условно-нашечному освобождению, он говорит, что я раскаиваю садейным, он говорит, да, я веду себя хорошо, вел себя хорошо и прочие моменты, он говорит, я не буду сознаваться в том, что я не делал. И при смерти он мне сказал, моя совесть кристально чиста, на моих руках нет крови, ничей, абсолютно. Доченька, опять сказал он мне сам лично при смерти. И даже когда уже к нему приехали представители власти с требованием, чтобы он принял помилование, у него даже есть такой стих, помиловка называется, он сказал, я не буду принимать. Он поблагодарил господина Токаева в своем произведении, в своем психотворении. Сказал, мне нужна полная реабилитация и полная материальная компенсация за незаконно проведенные годы в местах лишения свободы. Мой отец, он невинно осужденный человек. И я думаю, что не каждый смог бы такой вот обладать силой духа для того, чтобы 15 лет провести в местах лишения свободы, испытывая на себе пытки, голод, холод и прочие страшные изуверские моменты в его жизни. Это не каждый. Это, конечно, нужно обладать какой-то недюжей силой духа, смелости и просто таким чувством патриотизма. Потому что отец говорил, для меня главное то, что подумает мой народ. Зачем мне быть на свободе, если народ мне скажет, что я преступник? Я же не преступник. И поэтому он сидел все эти годы. Более того, когда уже его освободили по состоянию здоровья, он своей больной рукой, которой он не мог езжать даже ложку, предъемогая вот эту боль, он написал собственноручный отказ на решение суда. Он сказал, я не выйду. На каком основании вообще вы меня выпускаете? Мне осталось ей три года. Я их достойно отсижу. Если вы не хотите меня реабилитировать, как невинно осужденного человека. И получилось так, что ему сказали, хорошо, но тебе нужно ложить в больницу. Папа же упал в камере. У него разбита была голова. Как там его содержали? Это вообще-то отдельная история. Папа, когда приехал, он говорит, доча, меня три дня не кормили в больнице, в больнице его не кормили. Да, вот человека держали в наручниках на больничной койке. То есть, говорит, у меня, говорит, я говорю, папа, что у тебя ноги, руки вообще не двигаются? Он мне говорит, а у меня, знаешь, как будто все, говорит, так вот застыло. Меня же, говорит, в наручниках держали, говорит, в одной вот позе. Я просила, говорит, ну, можете как-то перевязать там, да, это все на другую там. Нет, его не игнорировали. Три дня его не кормили, тебе нужно давать анализы. Ну, какие анализы требуют трехдневного голода? В каком состоянии он к ним поступил? Он же не потерял, правильно, 30 кг своего веса, когда приехал в больницу? Он приехал в больницу уже в состоянии дистрофии, причем документарно это отражено в диагнозах, которые я получила в медицинских документах, что у него реально уже начинается уже дистрофическое как бы состояние. И при всем при этом даже уже перед самым его освобождением к ним не было такое вот ужасное бесчеловечное. отношение. Несмотря на все это, отец даже не хотел выходить, потому что он говорил, что я заслуживаю полной реабилитации. И получается, что его просто обманным путем привезли в аэропорт, где уже прилетела уже я. Мне включили документы и сказали, что забирай. Отпустили убирать. Отпустили его умирать. И когда мы с ним сели самолет, его первый вопрос был о том, что как дочери, что можно сделать, почему так они от меня освободили, народ подумает, что я сдался, народ подумал, что я преступник, что я слабый человек. И вы знаете, я первый раз за всю свою жизнь у своего сильного духом отца увидела слезы на глазах. То есть для меня это было... Я никогда в жизни не видел, чтобы мой отец плакал. Никогда на все годы, когда я вспомню его с самого детства. Ни одной слезы мой отец, даже в самых тяжелых ситуациях в своей жизни, когда он хоронил своих родителей, когда его прессинговали, когда он был диссидентом, мой отец слезы не проронил. А момент, когда мы с ним сели в самолете, этот великий, это действительно, не побоюсь этого слова, это сильнейший духом человек, он заплакал. Потому что он говорит, как так? Я что, зря, что ли, от столько лет отсидел? Что обо мне подумают мои люди? То есть настолько вот он любил народ Казахстана, что он переживал. Я говорю, папа, ну от себя отпустили-то не потому, что ты просил. Люди будут прекрасно понимать, что это просто по твоему здоровью. Давай будем лечиться. Я уже, знаете, боялась, чтобы он, знаете, уже не устроил бы скандал на этой почте, чтобы он вообще сказал, все, я вращаюсь обратно в тюрьму. Ну, конечно, никто не принял бы его, понятно бы дело. Но я бы пыталась его успокоить, да, и вот первый вопрос бы задан был именно на эту тему. После 15-летней нашей с ним разлуки. Я поняла, что действительно, вот мой отец, да, вот он полностью, каждая клеточка его тела и души, они как бы принадлежат народу Казахстана. Он всю свою душу отдал народу Казахстана. Я поэтому очень надеюсь, что казахстанцы поддержат мою петицию, и что государство что услышит самое главное, что этот человек заслуживает полной реабилитации его честного имени. Алма, приходит к вам, папа, видите вы его, чувствуете вы его? Ой, действительно, вы плакаете, да. Вы знаете, Вадим, да, я, будучи таким вот глубоко верующим, да, человеком, вот, я искренне верю во Всевышнего. Я думаю, что бог един, просто к нему есть разные пути, да, к недостижению к нему, молитв. Вот. Я уважаю представителей всех конфессий, всех религий. Мой отец вообще изначально, конечно, был в исламе, вот, потом, как уже научный деятель, он стал изучать полностью тенгрианство и позиционировал себя уже как, как сказать, чтобы возродить вот, да, вот эту вот ту религию, которая у нас была до прихода ислама в Казахстан. Но перед смертью я заявляю в соответственности, что мой отец вернулся в ислам. Вот. И насчет себя, да, я скажу так, у меня есть большой грех, да, на душе, который я сейчас как бы и принимаю, и не принимаю, да. В момент, когда мой отец лежал в больнице в коме, я, знаете, позволила себе, хотя как бы это противоречит абсолютно вообще всем религиям мира, да, я позволила себе торговаться со Всевышним. Я просила Господи, помоги, пожалуйста, Всевышний Аллах, да. Я говорю, дай папочки, отними у меня, да, вот там какое-то энное количество лет, потому что мой папа пожил достойно, хотя бы хоть немного, да, вот именно вот на свободе, да, полноценно питаясь, полноценно живя, вот. Я вот так молилась. И когда уже папа, когда ушел, ушел, я просила как бы, вот, я, ну, я с ним разговаривала, да, и до сих пор даже такое бывает, да, я говорю, папочка, обращаюсь к его душе, вот, я говорю, папочка, ну ты же мой ангел-хранитель там, да, вот, 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 папочка, так тебя люблю, так по тебе скучаю, вот, 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 ну, такие диалоги я как бы с ним вот веду. И вот первый мой сон, вот, да, вообще первая, как бы моя молитва всегда была и будет до конца дней моих о том, чтобы мой папа вошел в рай как мучник. То есть это главное. Сейчас я уже, если 15 лет я молилась, да, о его здоровье, о его, как бы, силе, да, чтобы он выдержал все это, то сейчас, конечно, я уже молюсь и буду молиться до последнего своего духа, чтобы папа мой попал в рай. Вот. И в момент, да, когда я вот уже, так знаете, искренне так вот с болью молилась, да, о том, что вот, Господи, привиди, пожалуйста, моего отца как мученика, потому что действительно его замучили, Владимира его замучили. И Всевышний открывает таким людям, да, кто ушел так тяжело, да, не по своей воле, он открывает действительно им врата в рай. Я это в эту искреннюю верю. Это написано во всех книгах, да, вот, религиозных. Мне, знаете, такой снится сон, что я вообще как бы текст вот, да, вот именно моего обращения к Всевышнему таков. Господи, примите, пожалуйста, моего папочку в рай, да, как мученика, пусть он будет в раю со своими родителями, со своим младшим братом Рашидом. И когда я впервые принесла эту молитву, я вижу сон, что папа мой приходит, и как будто я привезла его к Рашиду. И папа, знаете, мой такой уже вот как будто набрал вес, но у него такой же тяжелый, такой, знаете, полный боли взгляд. Посмотреть, допустим, фотографии, которые вот уже перед его смертью, да, видно, что вот этого блеска, да, в глазах, вот этого оптимизма у него уже, это уже у него отняли. У него взгляд был потухший, полный боли и расчарования человека. И во сне ко мне он пришел тоже с таким же взглядом, но уже как будто физически он стал как будто уже крепче. И я вижу сон, что я привожу его к младшему брату в какой-то дом и говорю, пап, вот оставляю тебя, говорю, Рашиду, говорю, вы здесь будете вместе теперь жить. Я восприняла это так, что действительно вот два моих, да, близких, любимых человека, да, это мой папа родной, это мой дядя родной Рашид, что действительно они находятся в раю. Рашид для меня, он вот тоже, он как бы для меня был очень близким человеком. Момент, когда папы не было, он буквально заменил меня отца. Это родная моя кровь, это мои родные люди. ... Субтитры создавал DimaTorzok